Таяние льдов побило 30-летний рекорд Группа экспертов по изменению климата опубликовала данные исследований, согласно которым скорость таяния льда на планете рекордно увеличилась. Ученые проанализировали данные спутниковых наблюдений за последние 30 лет, охватывающие 215 тысяч ледников от полярных щитов Гренландии и Антарктиды до горных и дрейфующих морских льдов. Что стало причиной таяния льдов и какие последствия мы можем ощутить уже в ближайшее время? Если в 90-х годах прошлого века Земля теряла примерно 0,8 триллиона тонн льда в год, то уже к 2017 году эта цифра увеличилась до 1,3 триллиона. Данных о последующих годах пока нет, но есть все основания полагать, что скорость таяния только увеличилась. Ледяные щиты быстро превращаются в пресную воду, и это не только поднимает уровень мирового океана, но и снижает отражательную способность планеты. В результате Солнце нагревает Землю еще сильнее, весь процесс развивается по экспоненте. Исследователи утверждают, что деградация ледников сейчас движется по наихудшему сценарию из всех возможных. Уровень мирового океана за три десятка лет увеличился на 35 мм. Ученые из межправительственного проекта по изменению климата прогнозируют, что к 2100 году глобальный уровень моря поднимется на 0,3-0,6 метра. Что же произойдет, если абсолютно весь лед на планете растает? Весь мир никогда не будет под водой. Но наши береговые линии были бы совсем другими. Если весь ледяной покров Антарктида, Гренландия и горные ледники по всему миру должны были растаять. Уровень моря поднялся бы примерно на 70 метров. Океан накроет все прибрежные города. И площадь суши значительно сократится. Однако весь лед таять не собирается. Ледяная шапка Антарктики, где существует большая часть льда, пережила гораздо более теплые времена. Беспокойство вызывает то, что части ледяных шапок Гренландии и Западной Антарктики могут исчезнуть. Мы не знаем, сколько и как быстро это может произойти. Потому что мы не знаем точно, как это произойдет. Ученые изучают, как именно исчезают ледяные шапки. Это потому, что лед не просто тает. Лед на самом деле стекает по долинам, как реки вода. Проблема в том, что мы не до конца понимаем факторы, влияющие на скорость течения льда и его попадания в океан. Один из способов решить проблему непонимания этого процесса, изучить, как уровень моря менялся в прошлом. Земля сейчас почти так же тепла, как и в последний межледниковый период, около 125 тысяч лет назад. В то время уровень моря был на 4-6 метров выше. Похоже, что это повышение уровня моря, произошло из-за таяния ледяных шапок Гренландии и Западной Антарктики. Возможно, такое же повышение уровня моря, наше будущее. Мы не знаем. Мы также не знаем, насколько быстро может подняться уровень моря. Потребуется ли увеличение на 4 метра через 200, 500 или даже 1000 лет. На этот вопрос сейчас пытаются ответить многие ученые, изучая, как движется лед. Поскольку большинство городов находится у воды, без жилья останется около 40% населения планеты. Но будут и другие последствия, не менее разрушительные. Соленая океанская вода заполнит водоемы в глубине материков, уничтожая запасы пресной воды. В результате будут уничтожены ирригационные системы, гидроэлектростанции, системы охлаждения промышленных объектов. Пресная же вода, образовавшаяся из ледниковых шапок, нарушит океанские течения и вызовет климатические аномалии. Гольфстрим почти наверняка исчезнет. Это океаническое течение обогревает Европу, а без него в странах, прилегающих к Атлантическому океану, наступит локальный ледниковый период. Лед, расположенный на горных вершинах и ледниках в глубине материков, адсорбирует самые разные вещества из атмосферы, в том числе и адахимикаты, применяемые в сельском хозяйстве. При таянии льда все они высвободятся и заполнят окружающие водоемы и воздух. Растает и вечная мерзлота в северных широтах. А в ней законсервировано огромное количество органики, которая не разлагается тысячелетиями благодаря низкой температуре. Без льда процесс разложения запустится вновь, продуцируя масштабные выбросы метана. Самое удивительное, что Антарктиду не затопит. Это самый высокий континент Земли, над уровнем моря он возвышается в среднем на 2 километра. А на фоне повышения температуры планеты он останется самым прохладным местом. Историки, между прочим, будут просто счастливы. Из-подо льда высвободятся останки древней фауны. Можно будет без помех изучать эндемических саблезубых тигров и динозавров. Правда и древние вирусы, законсервированные в ледяном щите, тоже вырвутся на свободу. Таяние ледников – одно из последствий изменений климата. Средняя температура Земли почти дошла до 15, и это высокий показатель. Все это чревато ураганами, наводнениями, затоплением городов и стран, резким спадом сельского хозяйства и другими экономическими убытками. Стихийные бедствия и погодные аномалии происходят все чаще. Ураганы в США, лесные пожары в Сибири и Австралии, летние снегопады, засухи. Мы уже живем с этими последствиями глобального потепления. Не нужно ждать десятки лет, чтобы их заметить. Надеемся, что международные соглашения вроде Парижского помогут глобально снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и, соответственно, сдержать глобальное потепление. Если глобальная климатическая система отреагирует на такие изменения, частота опасных природных явлений снизится. Изменение климата включает в себя как глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов, так и связанные с этим крупномасштабные изменения в погодных условиях. Хотя были и предыдущие периоды климатических изменений, с середины 20 века люди оказали беспрецедентное влияние на климатическую систему Земли и вызвали изменения в глобальном масштабе. Самым большим фактором потепления является выброс газов, создающих парниковый эффект, из которых более 90% составляют углекислый газ, CO2 и метан. Сжигание ископаемого топлива, уголь, нефть и природный газ для потребления энергии является основным источником этих выбросов с дополнительным вкладом в сельское хозяйство, вырубкой пожары лесов и производства. Субтитры создавал DimaTorzok